13.06 на часах в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиевой. Мой сегодняшний гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, депутат областного законодательного собрания Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Нас можно услышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вы также можете успеть задать вопросы через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. А мы начнем, наверное, с подведения неких итогов прошедшего года вашей работы в парламенте. Для вас это был первый год работы. Что удалось осуществить, что нет? Возможно, какие-то разочарования или наоборот, что-то оказалось лучше, чем вы планировали. Не год, наверное, работы, а первые три месяца работы, потому что всего до избрания мы до избирались. По первому округу, по одиннадцатому округу всего на год, потому, вступив в полномочия депутата в середине сентября, удалось отработать три месяца. И в основном вот эти три месяца ушедшего 2015 года были посвящены работе над областным законом о бюджете. Вот это основа основ работы здесь и в комитетах. Приходилось достаточно долго поработать, посмотреть весь этот процесс изнутри. Хотя, конечно, для меня не новость и парламентские заседания, и пленарные заседания, и работа в комитетах. Но совсем другое наблюдать это извне, и ощущения другие, когда сам непосредственно ты уже сидишь и принимаешь решения, голосуешь, высказываешься и так далее. Если в целом сказать, подвести итог работы парламента, наверное, нашего областного, я бы сказал, что достаточно продуктивный год был, 15-й, хотя очень непростой год. Но, как мне показалось, депутаты законодательного собрания научились работать, научились достаточно... А, до этого не умели? Нет, почему? Работа все время идет, но если мы помним начало созыва, да, это постоянные демарши ряда политических фракций, там, отдельных депутатов, высказывания, какие-то... Ну, это же не только в начале созыва была. Достаточно много неконструктивных вещей происходило, то есть постоянно шла такая притирка. Значит, такая некомфортная ситуация, можно сказать, работы парламента. Вот я такой уж сильно некомфортной ситуации внутри парламента не заметил. Общение среди депутатов достаточно деловое, продуктивное, каких-то межличностных противоречий нет, работа идет конструктивная. А как шло общение с оппозиционными партиями? Тоже нормально, потому что ведь то, что мы с вами наблюдаем по средствам массовой информации, пленарное заседание, которое раз в месяц в последний четверг месяца происходит, это квинтэссенция работы парламента, ведь работа идет весь месяц. Это и комиссии, которые постоянно заседают по различным вопросам, а тем более, когда в бюджет принимали очень много согласительных комиссий, самых разнообразных форматов работы. Затем с фракции собираются экспертные советы фракции, работа в комитетах идет. Я в двух комитетах принимаю непосредственное участие, но также и хожу на другие по возможности комитеты, потому как занимаюсь муниципалитетами. Парламентская работа, принятие законов не так или иначе связаны с муниципальной работой, поэтому приходится бывать, смотреть, анализировать, быть экспертом по многим вопросам. Поэтому такая очень серьезная работа идет до пленарного заседания, вот в это все я погрузился и сделал вывод, что да, достаточно конструктивно. В том числе оппозиционные депутаты достаточно конструктивно работают до пленарных заседаний, ну и пленарных заседаний, конечно. Но сами понимаете, когда появляется телекамера и появляется возможность... В телекамерных комитетах тоже работают. Возможности заявить... Но комитеты как-то не очень освещаются у нас вот эта работа, потому что она тяжелая работа, специфическая работа. И знание законотворческого процесса, как бы мы же не применяем нашего читателя или зрителя, да, вот всеми нюансами. И мы постоянно же ищем какую-то вот именно такую остроту, интерес, чтобы... какую-то интригу. А вот интрига как раз на пленарном заседании. Я бы даже чуть-чуть посоветовала немного больше нюансов на комитетах, потому что иногда бывает сложно вникнуть в какие-то вопросы, потому что у вас есть раздатки, а у нас их нет. Согласен. Я бы другое сказал. Не нюансов, а, наверное, человеческого языка. Языка, на котором понимают избиратели, что вообще происходит. Потому что часто депутаты, вот в эту специфику погружаясь, плюс эксперты, плюс еще различные федеральные структуры, связанные с постоянным процессом законотворчества, мы переходим на специфический язык. И получается так, что наши избиратели не понимают вообще, о чем речь. А потом выжимку вот этой всей работы, то есть вот этой поверхности айсберга всплывают у нас в постаречии, в комментариях газет партийных, сайтах партийных, либо в заявлениях на пленарном заседании АЗАЭС. И многие не погружаются, вот, а почему это они проголосовали против? Вроде бы там за народ, а эти что против народа? А оказывается, если покопаться, посмотреть, тут на самом деле все по-другому. Потому, наверное, не хватает простого, грамотного русского языка в общении с людьми, которые не посвящены в нюансы законотворчества. Тогда перейдем от дел прошлого года к делам будущего. Слушатели наших больше всего, как я поняла, интересуют предстоящие выборы, потому что много поступило вопросов. Один из них касается выборов в АЗАЭС. Насколько, по вашему мнению, обновится в сентябре состав законодательного собрания? Или он практически не изменится? Римма задает вопрос. Понятно. Вопрос интересует, наверное, очень многих. Я всегда стараюсь не быть экспертом по данным вопросам, потому что тут много фантазий. Я думаю, что обновится. И на одну-то треть, наверное, обновится точно. И это нормально, если представительный орган обновляется на одну треть, то есть остается преемственность, остаются депутаты, которые оправдали ожидания и своих избирателей, и своих политических партий, потому что у нас и пропорционально мажоритарная система избрания депутатов, грамотных специалистов, юристов, подготовленных людей в своих сферах. И это будет нормально. И когда обновляются, то свежая кровь появляется. А мне бы хотелось еще видеть, наверное, более молодых, более энергичных еще, потому что у нас в парламенте, наверное, недостойно. Да я даже не сказал бы о законодательном собрании. Вот смотришь, я же езжу и на заседания районных домов, молодежи. То есть у муниципалитетов это проблема? Да, это проблема везде. Молодежи маловато. Свежая струя все равно нужна. То есть обновиться. Насколько? Не могу сказать. Если обновиться на одну треть, это хорошо. Если обновиться на 50%, это сигнал к тому, что есть очень серьезная проблема и очень большое недовольство избирателями. В нынешнем составе. Совершенно верно. В нынешнем составе. Вот к слову о муниципалитетах. Тоже следующий вопрос от читателя, слушателя, под ником пионер. Андрей Николаевич, в этом году пройдет, пожалуй, самая масштабная избирательная кампания в регионе. Насколько тяжело будет уговорить избираться глав на местах? Зарплаты небольшие, работы много, да и органы присутствуют глав со всех сторон. Сейчас уже какие-то трудности ощущаются, потому что вы много ездите по муниципалитетам. Какие там настроения? Трудности. У нас основные выборы, основные муниципальные выборы, это глав поселений. Они предстоят все-таки в 2017 году. В 2016 году, хоть Бог нас избавил от этого уровня выборов. У нас в этом году, в сентябре, пройдут выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания и изберутся главы районов. А вот большой массив глав поселений... Чуть проблема отодвинулась. Они, да, в 2017 году. Но у нас процесс избрания, до избрания глав, он перманентный. То есть постоянно идет до выборов, они идут постоянно в каждую цепь. И я вам скажу, да, проблема существует. Не то, что даже там уговорить, так вопрос мы не будем ставить, что уговаривать кого-то приходится. А, наверное, выбора, качественного выбора становится, наверное, не так много. Более успешные, более серьезно подготовленные уходят в бизнес, в иные сферы деятельности. Глава поселения не такой уж оплачиваемый хорошо специалист. На нем лежит огромное количество полномочий и обязанностей. Под эти полномочия не хватает денежных средств, а требования остаются. Ну, то есть-то люди не хотят это использовать как ступеньку для карьерного роста, потому что это же все равно колоссальный опыт работы. Хотят, но год вы побудете главой поселения, вы дальше уже ничего не хотите. То есть уже подальше от всего этого, потому что, еще раз, полномочий много, а средств на осуществление этих полномочий нет. При том, при всем, страна изо всех сил борется с коррупцией, с невыполнением своих должностных обязанностей. И с кого начинают, а мне кажется, ими же заканчивают, главы поселений, которые у нас страдают постоянно от очень пристального внимания всевозможных надзорных органов, которых у нас правда много. И вот таким образом мы выходим на следующий вопрос. Добрый день, Андрей Николаевич. Какое ваше мнение о громких делах о взяточничестве среди глав в Налинском районе? Для тех, кто не помнит, я напомню, что глава муниципального образования Шварихинского сельского поселения за заключение договора на выполнение работ по обустройству детской площадки потребовал от предпринимателя взятку в размере 40 тысяч рублей, а глава другого муниципального образования Лудянского за оказание содействия в обеспечении также индивидуальному предпринимателю контракта на работы по строительству или по ремонту моста, не помню, потребовал взятку 100 тысяч рублей и ноутбук, обоих задержали при получении части денег и техники. Как можно оградить действующих глав от дальнейших провокаций? За эфиром Вы упомянули, что, на Ваш взгляд, это все же была по большей части провокация. Какого рода? Мое мнение остается при мне. Действительно, я считаю, что это была организованная провокация. Были ли основания именно подозревать этих людей и разбирались органы на сегодня? Сегодня оба главы осуждены на сегодняшний день по 290-й статье УК РФ за взятыничество. Сейчас поданы апелляции в областную инстанцию, в областную инстанцию идет, процесс продолжается, то есть не вступил в законную силу приговор. Работа адвокатов идет. На мой взгляд, адвокаты работают достаточно грамотно, но, к сожалению, приходится признать, что адекватность мер, которые принимаются сегодня главам, они не соответствуют деянию. То есть, если мы говорим о взятке 20 тысяч, даже 100 тысяч, да, и даем 4 с половиной года и там многомиллионные штрафы, и в это же самое время на уровне федерации и субъектов, как бы за растраты государственных миллиардных рублей мы даем условные сроки или домашний арест, домашний арест, а потом выпускаем, то мне кажется, просто это дико. Это дико, и мне непонятно. Даже вот такой факт, что глава Шварихинского сельского поселения Васильков во время ведения следствия ни разу не давала свидания ему. Во-первых, оба главы, и Васильков, и глава Лудянского сельского поселения, Седлов, они содержались под арестом. На мой взгляд, вот тоже, что за деяния они такие совершили, что за многомиллиардные хищения какие, что одна гражданка, значит, там в тапочках, не в тапочках, бродит у себя в квартире, которая сама по себе как парк, там, да, развлечений, а глав поселений, которые паспортов-то не имеют иностранных, там, да, чтобы куда-то убежать, они не имеют ничего, кроме своей деревни, своих домиков. Зачем? Но с другой стороны, факт ведь был. Факт был зафиксирован, то есть, возможно, но в примере мелких глав хотят показать какой-то пример большим начальникам, но, по крайней мере, в Кировской области. Система должна демонстрировать адекватность мер. Если вы сегодня такие меры принимаете к людям, которые подозреваются и осуждаются за взятки в 20 тысяч, в 40 тысяч, да, даже в 100 тысяч, то назначайте, да, да, космические сроки тем, кто многомиллиардные ворует деньги в государстве. Но с другой стороны, а что сейчас в Кировской прокуратуре? Вот, получается, нужно ориентироваться исключительно на дело обороносервиса, о котором мы говорим, и Васильевой. То есть, раз получилось с ней так, значит, нужно смельчать наказание всем остальным? Даже не сколько к прокуратуре в данном случае. В данном случае, наверное, у меня вопрос к суду. Понятно, что суд принимает решение, исходя из действующей нормы наказания, то есть, за то действие, за преступление, какая норма наказания существует, что нужно. Но, по крайней мере, нужно, наверное, адекватнее относиться, во-первых, к тому, что мы хотим исправить-то и какими методами мы хотим исправить. Ведь, по сути дела, наш суд, самый гуманный суд в мире, гуманизм – это человечность. Человечно садить мужика деревенского в тюрьму. Для мужика деревенского, головы поселения, само по себе возбуждение уголовного производства является уже личной и семейной трагедией. Но ведь он знает, что взятки брать нельзя. У нас все знают, что взятки брать нельзя. У нас все прекрасно знают, что взятки брать нельзя. Но они ведь, сзнательно, все равно шли на этот шаг. Соответственно, нужно было предполагать, что это будет шеват. Вникать в сам процесс, да, там сегодня суд состоялся, обвинение доказало, адвокаты не согласились, идет на сегодня апелляция, посмотрим, как дело будет развиваться дальше. Но я еще раз говорю. То есть вы считаете, что наказания должны быть мягче с учетом того, что у нас в стране? Даже если, я не буду сегодня говорить, пока окончательно приговор не вступил в законную силу, не буду говорить правы те или иные. И я просто свое мнение высказал. Да, нужно относиться, наверное, гуманнее, человечнее. Даже на этапе ведения следствия. Почему ему не давали свидания за время проведения следствия с семьей? Почему их содержали в Кирове, здесь, в следственном изоляторе, а не под домашними вирусами? Куда они могли убежать? Для чего это делалось? А не давление это ли на людей? То есть надо все в совокупности посмотреть, что это такое, для чего это делается, что мы хотим этим исправить. Мы ничего этим не хотим исправить. У меня на сегодня главы поселений, многие, вообще не понимают, что происходит. Мне просто звонят и говорят, что на нас объявлена охота. И вот когда вы задали вопрос о том, что у нас год будет выборный, главы поселений будут избираться, вот именно умные, толковые главы, хозяйственники, понимающие, что вот в игольное ушко нужно пролезать, чтобы полномочия свои исполнить, чтобы какое-то благо людям здесь переносить. И за эту небольшую сумму, я вам правда говорю, у них заработные платы небольшие. Я верю. Идти на этот риск, на маленькую заработную плату, постоянно подвергаться, то есть ты глава, ты априори уже виноват. То есть и такие истории, они тоже будут влиять на желание людей идти на эти должности. А это две истории, которые у нас вот в этом году, в том году дошли до суда, и у нас достаточно много историй таких. Когда такие или иные надзорные органы либо штрафами большими облагают глав поселений, либо постоянное предписание, исполни это, исполни это, исполни это. И все понимают, что да я бы пошел и исполнил, да я бы сделал эту дорогу, да я бы это сделал. Но нет в бюджете денег. И говорим, что ну давайте мы отсрочку приговора вот этого решения. Нет, исполняйте и все. Очень много проблем. И тут, наверное, не вина надзорных органов. Кстати, сегодня день прокуратуры, и с этим праздником я всех прокуроров Кировской области поздравляю. Я считаю, что они делают свою работу, на мой взгляд, очень профессионально, и не делают свою работу, предписанную им. Но то, что не хватает денег муниципалитетам, чтобы исполнить все, это наша общая беда. Общая наша беда. Сегодня это огромнейшая проблема. Вот эта проблема, так проблема. Если мы будем говорить с вами о выборном процессе, о работе парламента и прочее, много проблем. Но вот то, что происходит непосредственно на территории, где живут живые люди, и где глава поселения должен разгрести дорогу, сделать это, сделать это, и он не может, потому что нет денежных средств, вот это большая проблема. И до сих пор страна не нашла пути решения этого вопроса. Разные вопросы. Да дайте все налоги сюда, или там дайте нам денег, или еще что-то. Ну, мы не можем решить этот вопрос. Всяко подступались. Вот я, честно говоря, может быть, даже наивно полагаю, что буду заниматься муниципалитетами уже более плотно. На самом деле, вот мне чуть-чуть со стороны кажется, что никто никаких решений особо сильные не ищет. И ищет. Вот поверьте, этот вопрос постоянно звучит. Мы задаем этот вопрос. Вопрос звучит, но... Постоянно. И предложения разнообразные предлагаются постоянно. Но, к сожалению, не можем подойти к решению этого вопроса пока. Не можем найти, как решить вопрос. Где взять деньги? Нет, все понятно, где муниципалитет, как город Киров, допустим, где производство, где зарегистрированные организации. То есть технически все понятно. Где платятся налоги, бюджет хороший, можно тратить на это, на это, на это. Но где взять там пупкинскому поселению, где живет тысяча человек и где уже нет никакого производства, чтобы сформировать... Это же самое переселение, переселение заваримое уже. Совершенно верно. Чтобы сформировать бюджет и выполнить все требования закона. Как поступить из этого? Что сделать? Объединить все поселения? Вот пробуем это делать, да. Но видим, тоже перекос. Тоже нельзя это делать так вот бездумно, все объединять кругом и создать одно поселение из кучи и потом решать вопросы. Сложно, но работать надо. Надеюсь, в следующем году, возможно, у вас что-нибудь получится улучшить в этом году. Кстати сказать, в этом году Ассоциации Совет Муниципальных Образований исполняются 10 лет. Вот к юбилею. К юбилею кого-нибудь озарит, возможно, какое-то гениальное решение, как, наконец, выйти из этой ситуации. А мы перейдем к следующему вопросу. На встрече с непарламентскими партиями от «Единой России» представители, собственно, непарламентских партий получили предвыборные предложения. Депутат УЗС Владимир Яговкин сообщил, что 22 мая состоится партийный праймерис перед выборами в Госдуму и в УЗС. И участвовать в нем могут и самовыдвиженцы, поэтому Яговкин пригласил участников встречи попробовать себя в борьбе за симпатии единороссов. Такое предложение – это просто вежливость? Или действительно у самовыдвиженцев от непарламентских партий есть какие-то шансы? Есть шансы. Первый раз было принято решение в этом году провести праймерис по предварительное партийное голосование, лучше русским языком говорить, по первому типу. По первому сценарию, всего их четыре сценария, в одном сценарии мы раньше все время проводили предварительное партийное голосование только из состава членов партии. То есть члены партии голосуют, кого бы они хотели выдвинуть. Сейчас решено, что не только члены партии, но и все желающие на территории граждане могут прийти и отдать свой голос тому или иному претенденту, которую партия будет в последующем выдвигать, если он победит. То есть не только члены партии, но и все граждане, проживающие на территории Кировской области, на территории муниципального образования, на территории округа конкретного. А почему решили поменять сценарий? Есть какая-то проблема с кадрами? Проблема с кадрами есть везде. Даже задумываться об этом вопросе не буду, потому что проблема с кадрами есть у всех всегда и везде. И у нас, у партии «Единая Россия» обновление кадров – это потребность, иначе мы превратимся в КПСС. Не хотелось бы так быстро. Те 70 лет как-то к этому шли, мы там раз и ба-бах уже КПСС. Нет. Это раз. Во-вторых, все-таки дать возможность проявить себя людям, которые, может быть, не собирались ранее идти в законодательное собрание, но вот этот шаг выдвижения на предварительное партийное голосование, их подвигнет дальше к политической работе. Потому как у нас, кроме законодательного собрания, Государственные думы, есть еще и районные думы, они тоже будут выбираться в этом созыве. Затем у нас муниципалитеты, о которых мы говорим в 2017 году, нам необходимо вот это движение, чтобы было в обязательном порядке. И потому вот в данном контексте представители других политических партий могут участвовать в нашем предварительном партийном голосовании, которое в мае уже состоится. Да. Вот это уже можно делать. И действительно, ну, по крайней мере... Ну, а шансы вы как оцениваете участвовать? Ладно, могут. Я не могу оценивать шансы кого-то непонятно. Ну, то есть это будет сделано для того, чтобы сказать, вот смотрите, мы вас тоже приглашаем. Или все же, вы реально надеетесь, какие-то кадры себе из этих людей подобрать? Если уважаемый мной Валерий Николаевич Турула будет участвовать в предварительном партийном голосовании по одному из городских округов, я думаю, что шансы у него будут. Но есть другой вопрос. Когда начнется само выдвижение, в уставе у нас записано, Единой России, мы можем выдвинуть либо членов партий, либо не членов партий, но не состоящих людей, не состоящих в других политических партиях. Потому что Валерий Николаевич выйдет из какой-то партии он сейчас состоит, значит, и легко может идти от Единой России как беспартийной. То есть это возможность есть. То есть надо говорить о персоналиях, там, вы говорите, у кого шансы есть, надо смотреть, у кого есть шансы, у многих есть шансы. То есть это по конкретным людям уже говорить? Конечно. Шансы есть у многих на самом деле, просто их нужно пробовать. У нас часто говорят, ай да не получится, ай да не пойдем, ай да не надо нам это, или у нас не надо, все уже решено. Вот чем больше будет мнение, что все уже решено, мы сами как мантру начнем это все время говорить, и оппозиция вот это все говорит. Вот я говорю, это вред оппозиции наносит основной, когда говорит, да все решено. Не решено, никогда ничего не решено. Страна наша прошла огромадный исторический путь. Существовалость, уж мы информационный подход в истории определим в разных формациях, все меняется. Потому, если не участвовать, если не быть активными, если не пытаться что-то сделать, то все равно будет меняться, но без вас. Прервемся мы на небольшую рекламную паузу, а после продолжим. Для тех, кто только подключился, в эфире особое мнение. В студии Дарьи Топузлива и мой гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, депутат областного ЗАГС Собрания Андрей Лучинин. Мы начали говорить о предварительном партийном голосовании. Собственно, у меня еще один вопрос по этой теме остался. Сами вы планируете участие в правительстве? Да. Я уже написал заявление, один из первых, об участии в предварительном партийном голосовании по 11 округу, потому что там будет списочный состав и будет одномандатный состав. Как получится, так получится. Но, по крайней мере, я считаю, что депутат, выдвинувшийся от округа, должен, даже если он не собирается выдвигаться, то, по крайней мере, интересно посмотреть мнение населения. Тем более, раздвигаются границы. Это теперь не чисто партийный правительство, как я вам говорил, а уже привлекаются все желающие. Кстати, будет открыто не менее трети избирательных участков. То есть, в крупных населенных пунктах везде будут открыты избирательные участки, и люди смогут без предвидительной заявки, без записи, просто прийти, показать паспорт, что проживает на этой территории, и проголосовать. Отдать свой голос за того или иного. Мне, по крайней мере, оценка, да, пусть я всего три месяца депутатствую, но мне важно посмотреть, что действительно думают люди. А если не секрет, кто-то еще, возможно, из коллег из ваших уже написал заявление? Не знаю, я, честно говоря, как только стало известно, мы предложили поучаствовать в предвидительном партийном голосовании, я пришел, написал заявление. Я считаю, что это честно, правильно, на мой взгляд, в этом что-то такого. Чего скрывать-то? Да, и чтобы закрыть уже тему выборов, сегодняшняя новость, РБК пишет со ссылкой на источник близкий к Кремлю, партия «Единая Россия» не будет давать конкретных обещаний добиться определенных социально-экономических целей в предвыборной программе. Насколько сейчас вообще опасно давать какие-то обещания конкретные, что мы сделаем то-то, то-то, то-то вот в сложившейся экономической ситуации? Ну, вот смотря какие обещания, я считаю, что важнейшее завоевание современной политической системы, там я даже уже безотносительно, там Единая Россия, президент, правительство, а современной политической системы, современной ситуации, это социальные гарантии, это пенсии, это пособия, это возможности, это социальные гарантии, переселение из ветхого жилей и так далее. То есть вот социальные гарантии, которые за последнее время у нас утверждены и работают, ведь мы, по сути дела, не подвергались. Сложный год был и прошлый, и этот сложнейший год. Что было дальше, тоже непонятно, но вот это важно. Единственное, вот там оппозиция хохочет над этим, что мы предлагаем адресность льгот. Не размывать эти социальные гарантии на всех, кому надо, кому не надо, а сильному дать возможность зарабатывать, работать, трудиться, а тот, кто не может в силу своих физических особенностей, возрастных особенностей, иных особенностей, тем помочь. И мы вот эту помощь должны гарантировать. И вот если в программе партии «Единая Россия» не будет гарантии поддержания именно социального уровня на должном уровне, даже на сегодняшнем уровне, то я, наверное, первый, кто внесу правки в эту программу, они должны быть. Нет, я думаю, это просто вопрос в чем. То есть одно дело гарантировать социальные гарантии, извиняюсь за тавтологию, а другое дело говорит, что к 2018 году средняя зарплата работника бюджетной сферы будет такой-то. То есть раньше все такими обещаниями, в принципе, раскидывались легко. Обещали такую зарплату, такую в рамках своих предвыборных кампаний, а вот сейчас рискнет вообще кто-то пойти на такой шаг? Я думаю, конечно, рискнут. И особенно, ну, «Единая Россия» партия, которая, с которой спросят, если она что-то скажет, но потом не сделает, с нее охо-охо спросят. А если какая-то иная политическая партия что-то пообещает, но не сделает, у нее всегда есть отговорка, что «А, извините, мы не у руля, потому мы тут ни при чем». Мы обещали, но не сделали. Там «Ах, не смогла я, не смогла». Поэтому, конечно, «Единая Россия» будет относиться к своим предвыборным обещаниям серьезно. Но я не скажу, что там раньше не относились серьезно. Будет серьезно относиться. И я думаю, что все равно какие-то гарантии, там, социальные, несоциальные, обещания, не знаю точно. На сегодня работа над программой идет, в том числе я вовлечен в этот процесс, в том числе по Кировской области. Просматриваем на сегодня существующие наши показатели, возможности какие. То есть всегда есть план. У нас есть план развития до 2020 года Кировской области, есть план газификации Кировской области. Много есть. Ну, то есть пообещать есть что? Есть куда стремиться. И вот эти стремления нужно преобразовывать в долгосрочные, краткосрочные планы действий. И действовать. И я думаю, что вот просто отказаться от обещаний нельзя. Да, нужно обещать, но нужно это реализовывать. Хорошо. Закрываем тогда тему будущих выборов. В ноябре вы приняли участие в работе Круглого стола по проблеме развития туризма в регионе. Там обсуждалось создание так называемых кластеров. Эколога этнографического, культурно-православного, санаторно-курортного и ряда других. Это какой-то ноу-хау Кировской области или в других регионах есть положительный опыт создания подобных кластеров? Да нет, конечно, это никакой он не ноу-хау. Если уж так с ноу-хауами разбираться, грубо говоря, и неправильно, то у нас, наверное, Великий Устюг стоит во главе. Может быть, Республика Горный Алтай стоит где-то во главе этих движений. Они уже давно этим занимаются. Может быть, Оренбургская область, еще какие-то регионы, они давно уже занимаются подобными вещами. Кировская область, наверное, попозже принялась изучать возможности. Но если по динамике работы в этом направлении, то динамика работы по привлечению туристов и созданию таких возможностей у нас она более заметная на сегодня. И не просто обсуждаем, мы создаем. Потому что у нас практически этим раньше не занимались, а сейчас углубились. Я думаю, динамика-то с этим связана. Наверное. А вот лично Вы как думаете, на каком из этих кластеров стоит сделать упор? Потому что, на мой взгляд, развивать вот одновременно все и качественно вряд ли получится. Опять же, в условиях стесненных средств. Я давал интервью в газете, по-моему, бизнес-новости и еще какой-то. И там четко свою позицию донес о том, что надо просто посмотреть на сегодня. Слово, кластер как-то не очень сильно нравится. Но те направления, которые действительно приносят прибыль, которые действительно вкладываются уже, которые, соответственно, и имеют какую-то динамику развития. И мы сегодня видим, что более половины, далеко более половины всех прибылей получают на сегодня санитарно-курортные отрасли. Да, Кировская область на сегодня благоприятная в этом плане. У нас чистый воздух, у нас прекраснейшая природа, у нас отличное здравоохранение, которое этим занимается. У нас сегодня все для этого есть. Плюс у нас рядом находятся, может быть, менее экологически благоприятные регионы. Да, если взять севера, которые у нас рядом находятся. Висходит много в санатории Кировской ездить. До нас не так далеко из Москвы, до нас не так далеко из центральных регионов, где это все дороже, и где все-таки там предприятия есть, и где народу побольше, и где снег не снег уже, да, там и вода не вода. Поэтому, наверное, нужно вот это развивать и дальше и делать это направление базовым. И сюда вот прежде всего нужно обращать внимание. Я думаю, что это даст более быстрый эффект. Это уже вот завтра, сегодня мы почувствуем динамику. Ведь это и востребованность специалистов, да, это и сегодня занятость, это сегодня деньги, которые привезут сюда туристы. Если они приезжают сегодня в санаторий, да, то в санаторий ведь можно уже и рассказывать дальше о Кировской области, что оказывается недалеко от санатория есть вот это, есть вот это. Это совершенно верно. То есть, если мы возьмем это как базовая площадка, да, то дальше можно развивать и вот это, и вот это, и вот это. И никто не знает, что завтра стрельнет. А может, люди действительно пойдут в котельничь смотреть на динозавров. Ну, единственное, что мне все-таки, наверное, чрезмерное увлечение вот именно только туризма, туризмом в Кировской области неправильно. Потому что все-таки структура... Ну, миллионы туристов сюда, конечно, привлечь и не получится. Структура доходов, экономика Кировской области, это копейки, да, это копейки даже. Но неразвитость туризма в Кировской области ущербна прежде всего для самих жителей Кировской области. Вот сейчас были 10-дневные каникулы, да, народ дурел от того, что сидят дома, да еще и холодновато было, да. Вы, кстати, дома сидели или съездили куда-нибудь? Я съездил к маме в деревню, у меня сын приехал из Санкт-Петербурга на каникулы, то есть мы ходили в хоккей играть. У меня свободного времени нет, я на диване не лежу. Я по всем друзьям прошелся, как и все население, печень подсадил на салатах и на всем остальном. Но, тем не менее, заметил одну, не первый год. Пойти-то некуда. Да. Пойти-то некуда населению. Поехать-то некуда. Оказывается, это не приспособлено, это не готово. Вот непогода случилась, на горки не поедешь. У нас сегодня есть туристические вот эти горки, да, на которых можно покататься там на сноубордах, еще что-то. Но вот холод случился, куда ты пойдешь? В Юркин парк открыли, слава богу, здорово. Вот все стремились туда попасть. Километровая направление. Все стремились туда. Я поступил умнее 31 числа, когда все салаты готовили. Мы с женой и с ребенком младшим поехали туда, чтобы до обеда надышаться воздухом, нагуляться, посмотреть, а потом поспать и готовиться к Новому году. Пробки не было. И народа там не было. Уверяю вас, мне очень понравилось. Второй раз, конечно, туда не пойду, потому что уже неинтересно мне взрослому, а, наверное, детям там до 10 лет, до 9 лет очень интересно, они пойдут и второй раз. Но это единичный случай. Этот единичный случай, он уже не только к жителям города Кирова. Вот приезжают из других регионов, они такие изюминки, которые создаются на сегодня, они будут посещать, они об этом будут писать, они будут рекомендовать. То есть нужны вот эти изюминки, их нужно создавать. Но не дело, когда там муниципалитеты или область всю душу, нервы, силы вкладывают в это. Они должны дать возможность предпринимателям, индивидуальным предпринимателям вот эту сферу занять, предоставить им комфортные условия, чтобы они это развивали. Вот если здесь будет сотрудничество бизнеса и власти, в этой отрасли, вот это будет здорово. То власти уже практически ничего самой делать не придут. Бизнес все сделает сам. Не надо ничего, нужны кредиты и помощь какая-то там по земле, там еще что-то надо смотреть. Но вот лезьте самой власти сюда, смысла нет. Дайте возможность предпринимателям этим заниматься. Они почувствуют прибыль, они почувствуют интерес, и они этим будут заниматься. На этом мы заканчиваем. В эфире было особое мнение. В студии работала Дарья Топузлиева и мой гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, депутат областного ЗАГС Собрания Андрей Лучинин. До встречи, до свидания. До свидания.